Всех приветствую на канале Andromedia Games. В преддверии дня победы 9 мая в игре World of Tank Blitz происходит ивент. И помимо этого ивента, всяких мелочей, происходит продажа сундуков по 500 голды и по 1250, в которых можно вытащить несколько танков. Это победный, ИС-2, Руди, Т4-85 и так далее. И мы с вами сейчас открываем сначала 16 контейнеров, посмотрим есть ли в них танки. Как вы увидите, впоследствии танки там все-таки встречаются, но при этом могу сказать вам точно, что на 10 двинках других я открыл по 3-6, смотря на сколько хватило контейнеров и там не было ничего. А вот где открыл 11-16 контейнеров, там выпадали танки, причем бывало, что по нескольку штук. Вот первый Т-34-85 Руди. Вложил я здесь допустим 1300 голды, у меня там за рекламу накапало ни копейки, я конечно уж твинки тем более не вкладываю, чисто для проверки теории. За голду там рекламу открываю по 10 капает, за просмотр 50 в день. И так осталось 2 контейнера, но здесь по-моему дублей не будет. Дубль будет во втором, во второй серии открытий, там всего 11 контейнеров и среди них будет аж 2 танков, видите какие. Вот насыпалось мне сертификаты свободного опыта, кучка сертификатов на час и на 9, по-моему, тоже выпадало в премиального аккаунта. В принципе у кого накопилась голда, можно попробовать, хотя, черт узнает, вот на основе открыл 6 сундуков и это как в лужу пернул, как говорится, ничего там не выпало абсолютно. А на пустых аккаунтах я видел у блогеров наших известных вододелов, даже на твинках с двумя боями падают танки, а то и по 2 с 3 сундуков. Вот, ну такого вот рудика я взял, как сейчас сможете увидеть, это праздничный ангар, который в лесу, он понимает, ангар из танков больших. Вот 11 контейнеров на еще одном аккаунте, по-моему, это евросервер. И здесь, по-моему, с третьего сундука уже выпадет арбузный, так называемый, в простонародье. Это Т-34-85, по-моему, победный. Где-то вот он скоро появится, мне так кажется. Мистика. Если бы знать, столько голды потрачено. Ну, в принципе, оно окупается. Если 500 выкинул, ничего не вытащил, кроме мелочевки типа сертификатов. Вот он арбузный. Так его назвали за расцветку. Камуфляж здесь поменять нельзя, он вот такой. Он неплохо фармит, неплохо играется. Для своего уровня, конечно. Но прикол в том, что с 11 сундуков, смотрите, что еще выпадет. Так, о чем это я? И вот что интересно, у меня уже такой интерес был, хотелось на ИС. Вот еще один арбузный с 11 сундуков. ИС-2 версии премиальные мне тоже не выпало. Никаких еще танков мне не выпало. В ивенте там играть надо очень много. В принципе, возьму, наверное, сушку на основу. Там ее нет. Ну и все. И новые БЗ еще появились в версии 5.10. А самое, скорее всего, все интересное будет в следующем обновлении 6.0. Которое будет в 20-х числах июня, скорее всего. И вот там что-то будет много-много всего интересного. Мне так кажется. И зоны пробития новые и прочее. Подписывайтесь на канал. Пишите ваше мнение, что там вам может быть выпало. Как относитесь к сундукам. Еще раз повторю, ни копейки не вкладываю в премиум аккаунт и прочее. Вкладывал в начале, когда играл первые 5000 боев на основе. Сейчас не трачу ни копейки. Продолжение следует... КОНЕЦ Продолжение следует...